друзья всех приветствую на торговой сессии среды есть такая поговорка что среда пришла неделя прошла уж не знаю является ли это тем что может повысить и улучшить настроение решать вам но точно могу сказать то что вместе со торговой сессии среды мы видим то что оживление на площадках она становится все более и более очевидным праздничные сессии позади действительно после пасхального понедельника вчера уже мы настраивались на всплеску латиности мы его собственно и получили особенно динамичной сессии выдалась для рынка черного золота это также друзья собственно как мы и ожидали тех кто хотел приобщиться к нефтяной среде и отыграть соглашение достигнутая окончательно достигнутая на выходных после кащения производства получили возможность сделать это собственно в ходе торговой сессии вторника и важно нефть пошла вниз почему котировки нефти снижаются я миллиард раз вам говорю друзья на рынке были проблемы это проблема катастрофического выпиющего падения спроса из-за коронавируса и вторая причина это рост предложения который последовал после начала ценовой войны между саудовской аравией и россии после того как россия отказалась поддерживать в марте инициативу саудитов по доп по сокращению тем самым в марте был развален энергетический альянс энергетический факт продержавшийся на рынках с 2016 года 9 и 7 миллионов баррелей сокращение общее согласованная должна была быть цифра в 10 миллионов но мексика не взяла в полном объеме ту квоту которую ей отводили 9 и 7 миллион это такая подачка для затравки рынку бросили ее оптимист правда подхватили тут же и поверили в блестящее будущее для котировок черного золота и в то что цены могут восстановиться но мы наверное зрели в корень видели что 9 и 7 это маловато тем более что сейчас избыток предложения превышает 20 25 миллионов баррелей в сутки не поверили в соглашение в его достаточность для того чтобы решить проблему избытка многие считают что слишком поздно представители опек спохватились и решили вмешаться в ситуацию потому что свободные мощности где можно сейчас накапливать нефть они фактически уже их практически друзья нету и я допускаю что уже в июне нефти некуда будет девать и здесь самое интересное заключается в том что то соглашение по скачанию добычи на 9 и 7 миллиона но как раз а в текущем формате будет действовать в мае и июне то есть смотрите что получается в июне когда все хранилища будут забиты и когда по идее нужно странам опека не только навалиться на рынок черного золота и и принять позицию жесткого снижения объемов нефтедобычи производства в нете в этих странах начнет расти даже с текущих объемов но вам не кажется это странно друзья мне кажется что странный как минимум это факт того что цены будут оставаться под давлением goldman sachs прогнозирует снижение бренда ниже 25 долларов за баррель я поддерживаю экспертов аналитиков этого инвестбанка потому что укладывается опять же такие ориентиры в именно русло моих рассуждений моих ожиданий ценовая война друзья как вы помните я только что они говорил между саудовской аравии россии считается что раз достигнуто новое соглашение значит ценовой войны уже фактически нет но кто он сказал в понедельник точнее во вторник саудовская аравия цинично сообщила о том что снижает отпускные цены для азиатских партнеров ну например рынка очень важного а статистического важного для россии и представляет этим партнером беспрецедентней шую раскидку с которой очень трудно будет ободаться например даже российским производителям то есть несмотря на достигнутый пакт саудовская аравия все равно намекнула ты наверное четко просигнализировала рынку что по-прежнему ведет находится в состоянии ценовой войны с россией на мой взгляд это как минимум делает вообще само соглашение крайне хрупким предприятием и при определенном изменении настроений я думаю что этот пакт по обязательствам начнет очень сильно меняться в любой момент и я не удивлюсь опять же друзья если через месяц-другой мы будем анализировать показатели того сколько страны в итоге добывают добывали соотносить эти показатели с обязательствами и квотами поймем что есть не состыковки поэтому я не верю на текущем этапе восстановление цен я считаю что бренд будет снижаться хорошо что мы сейчас снижаемся цель друзья ближайшая это закрепление ниже отметки 27 долларов за баррель по бренду сегодня в 17.30 выйдут данные по запасам и надеюсь что эта статистика надавит на котировки еще больше потому что ожидается снова серьезнейший прирост больше чем на 11 миллионов американская валюта ее мы отыгрываем через индекс доллара индекс доллара пока не торопится расти но я опять же как в дне сурка друзья жду завтрашний отчет по заявкам на пособие по безработице и жду что эти данные смогут поддержать опять же идею потенциального роста доллара как защитного актива потому что по заявкам ожидается прирост их числа больше чем на семь или восемь миллиона собственно безработных при этом вспомните показатели прошлых недель уже будет цифра больше 20 миллионов и фактически готовимся к уровню безработицы где-то в районе 15-17 процентов в штатах золото растет 1724 здесь друзья не знаю на каком уровне вы фиксировались моим поздравлением если вы уже пофиксились те кто держит сделку ну молодцы конечно же рисковое предприятие на таком росте сохранять длинные позиции но риск благородное дело друзья если вы также как и я ждете уровень обновления вообще исторических максимумов там на отметке 1900 и повыше я поддерживаю ваше начинание считаю что туда мы идем евро против доллара 10972 здесь друзья мне сказать по сути нечего про проблемы еврозоны я уже много раз говорил будут новые вводные если они вам нужны насколько там просядет экономика валютного блока но это уже очевидно дам эти вводные но пока что я собственно наблюдаю на за европейской валюты когда собственно собираюсь покинуть валютную пару я уже говорил закрепимся выше уровень 1 10 я буду открыть короткие позиции фунт 1 2607 британская валюта демонстрирует колоссальнейший рост на сигналах о а все большем количестве о случаях заражения в англии все большим количеством летальных исходов что поднимает вопрос экономических последствий для англии управление бюджетной политики англии вчера сообщил о том что во втором квартале экономика британии просядет на 35 процентов и на всем этом фунт продолжает обновлять много недельные максимумы фактически уже скоро окажется на тех значениях которые были характерны для него когда вообще не началась вот эта неразбериха вокруг коронавируса вам не кажется это странно но если нет мне это кажется странно поэтому я ищу возможности для продаж считаю что уровень например 1 2480 это неплохая опять же отложка сел стоп который можно использовать для перезахода в короткие позиции сегодня друзья все внимание на канадца в 17.00 решение банка канады по процентной ставке ставку не изменит уверен 0 25 также и останется программа количественного смягчения 5 миллиардов в неделю канадских долларов тоже без изменений но я делаю большой акцент на пересмотр прогнозов по экономическому росту потому что канадский регулятор пока что единственный не сделал заявление о серьезном экономическом спаде но ему придется сделать это неизбежно мне будет интересно послушать их точку зрения о том насколько просядет экономика во втором квартале что они ожидают до конца принципе 2020 года после решения по ставке 18 15 пресс-конференция полоза думаешь что масла в огонь он еще больше подольет а в плане мрачных перспектив и сохраняющейся катастрофической неопределенности это должно притопить и канадца если друзья не эта риторика то пожалуйста у нас нефть идет прицепом который снижается нефть главный экспортный ресурс для канады и нефть уже должна была влиять на поведение канадского доллара поэтому то что мы видели уровень 1.3850 мне кажется ниже мы скорее всего уже не сходим но если только нефть вырастет каким-то космическим уровнем что я сейчас даже не допускаю поэтому друзья 1.3902 это хорошая точка для захода в длинные позиции с целью на отметке 1.4345 на этом все большое всем спасибо за внимание всего доброго до свидания